Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про то, как строить отрицание и вопрос во времени Present Simple. Начнем с того, что отрицание образуется с помощью вспомогательного глагола do, если это местоимение I, you, we, they, и частицы not. Дальше следует основной глагол, например, I do not work или we do not work. Отрицательная форма сокращенная это don't. Если же местоимение he, she, it, то вспомогательный глагол будет does, отрицание not и основной глагол, например, he does not work, she does not work, сокращенная форма doesn't. Если же это вопрос, то вспомогательный глагол do или does выносится на первое место, например, do I work, do we work, и does she work, does he work. Давайте посмотрим на примеры. I don't like to drive fast. Я не люблю быстро ездить. Don't здесь сокращенная форма использована, однако можно использовать do not. Разницы никакой. He doesn't speak Spanish. Он не говорит по-испански. Здесь сокращенная форма, но также можно сказать does not. Обратите внимание на такую вещь, что когда у нас отрицание или же вопрос, то основной глагол стоит уже без с на конце, если это he, she или it. Как во втором примере. He doesn't speak. В отрицании у основного глагола s на конце не будет. Потому что это s, как говорят в школе и как меня в школе учили, уходит в does. Lions do not live in the Antarctic. Львы не живут в Антарктиде. Do not. Также можно сказать don't. Susan does not do the washing up every day. Susan не каждый день моет посуду. Susan заменяем местоимением she, соответственно, does not. Опять же, посмотрите, пожалуйста, что основной глагол у нас стоит без окончания s. Потому что s ушла в вспомогательный глагол. Теперь вопросительные предложения. Do they visit their grandparents every weekend? Они каждый выходной посещают своих бабушку и дедушку. Do you speak English? Ты говоришь по-английски. Does Mike go to bed at 10 p.m.? Майк ложится в 10 вечера. Mike заменяем местоимением he, соответственно, вспомогательный глагол does. И основной глагол уже без окончания s. Также, да, потому что это s у нас в does. Does your brother watch TV in the afternoon? Твой брат смотрит телевизор днем. Опять же, твой брат заменяем местоимением he, соответственно, вспомогательный глагол does. И основной глагол без окончания s. Почему? Потому что, конечно, это s у нас в does. Теперь давайте попрактикуемся. Нам нужно образовать отрицание и вопрос от следующих предложений. She likes video games. s на конце, утвердительное предложение. She значит, вспомогательный глагол будет does. И отрицание мы образовываем с помощью него. She does not like video games. Основной глагол уже без окончания s. Вопрос же образуется путем вынесения does на первое место. Does she like video games? Опять же, основной глагол без окончания s. They go shopping on Monday. Они ходят за покупками в понедельник. Местоимение they, соответственно, вспомогательный глагол будет do в отрицании. They do not go shopping on Monday. Они не ходят за покупками в понедельник. И вопрос do выносится на первое место. Ресторант открывается в 7 часов. The restaurant мы можем заменить местоимение eat. Соответственно, opens будет s на конце в утверждении. Если есть s на конце в утверждении, то в отрицании будет вспомогательный глагол does. The restaurant doesn't open at 7 o'clock. Обратите внимание, опять же, что open уже без окончания s. И при вопросе does вносим на первое место. Does the restaurant open at 7 o'clock? Many people eat at home every day. Много людей едят дома каждый день. Many people можно заменить местоимением they. Соответственно, вспомогательный глагол будет do. Many people do not eat at home every day. А если же это вопрос, то do выносится на первое место. Do many people eat at home every day? А на этом всё. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Следите за выходом новых видео. Буду ждать от вас обратной связи. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok